опять габен всего 10 мегабайт апдейта габен еще сильнее жизнь испортил что-то очень грустная ситуация еще походу наиграем все еще не размятый как по башке на стучат девайс есть скрыть чем не вижу на пистолет что бежать у него что-то ничего у него не посмотрел короче армор беру дальше смотрим время очень многое потерял на эту точку не нужно не сейчас нужно вам и что-то я как будто бы оглох я ничего вообще не слышу не вентилятор дует на меня сбоку вообще не слушаю так вентилятор беда 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 здорово кому-то не иметься короче можно ждать можно ждать чё-то я заявлять в катакомбы что ли уходить как раз начать изучать катакомбы в которых и никогда не играл 045 я вообще не слышу них вот как коробка убивается слышу а вот что я бегу по снегу я очень не слышу тяжело рискую беру мобилку прям сейчас мне что-то кажется мне ебнут по дороге разница подо мной отлично отлично жизнь налаживается враги пока друг другу вышинку москва не сразу строилась до 1 блин пока не по мамон даже не знаю как это назвать но совсем все плохо так с вами не хотел бы воевать а вы чё-то вроде хоть нормор найду и можно попробовать замутить самое главное сейчас не останавливаться чтобы я не стал легкой жертвой армора у меня еще не надо идти наверно на воду все очень открыто тиммейт краснеет армор очень мне не хочется заказывать я знаю как только вижу патроны но чё-то не до них я знаю как только я закажу армор я его сразу найду сразу тебя найду как только я закажу я знаю моя особенность видимо никак сейчас надо чекну чё это такое это парашют парашюты почему пацаны не берете почему ну я потерял всякую надежду уже розыгрыш сейчас начнется армора нет ну что платный бокс может быть здесь я знаю сверху из дроп спот меня пугает то что я не слышу как я просто бегу вот я слышу коробки все нормально вот вот как я бегу я вообще не слышу что-то еле-еле какой-то звук по снегу слышно очень меня это пугает так тиммейт месси у вас здесь своя тусовка стол у меня чё-то не выдвигается все и слава богу так ну что отпрыгались отбегались карта судя по всему он закончится или в центре или еще куда то пойдет посмотрим карточку так и вы задвигались задвигались дикоями там кидаются мне в спину но в игру будет не вернуться если вот сейчас я где-нибудь залезу в мясо и проиграю перестрелку я не вернусь в игру потому что я пробегал пол карты ничего не нашел надо пойти посидеть просто и все блин тут вроде как на крыше можно прыгнуть пацаны ко мне в гости пришли в гекс хотел сказать хрен знает где они есть но вот один нашелся не думаю что он один где-то должен быть напарник его двери по моему взорваны я вроде заходил дверей не было я бы позакрывал бы все услышал бы сейчас было бы максимально разумно как мне кажется зайти куда то здание кровь почищу было бы мне кажется разумно вот зайти куда то в здание он отошел назад ну что на девайс поздно уже прыгать на девайс я видел там коробка была а это ветка была я видел там коробка прилетела что-то прилетела надо было прыгать сразу чел мне пингует мне не до него но этот чел назад отошел я же вижу наверное деньги надо хотя бы забрать тут пацаны с девайсами заряжены один подобрали один на ходу подберут еще надо короче последнюю зону знать последнюю зону знаем отлично вот она здесь вот она здесь ну не знаю слишком палевно мне кажется вот так конечно сидеть другое дело другое дело скарщик с ним воевать особо не хочется так наверно пациков попробует надо сжечь патронов там себе наверно нанес мистер скар мистер скар мистер скар на нанес патронов себе еще девайс такое ощущение как будто девайсы поздно упали непонятно а здесь можно спрятаться скутец скутец не за этой штукой за трансформатором спрятаться нельзя хила у меня кстати нет слышу там на парашютах кто-то летает будем надеяться и хватит мозгов не начать сейчас бегать открывать двери ходить туда-сюда но я знаю сейчас придет и зайдет сюда и все будет заебись под бомбу прям сядем будет хорошо вообще тут конечно когда входишь дверь оставляешь открытой и вот здесь сидишь за дверью вот так вот смотришь сюда тогда люди заходят видят что никого нет полностью уверенные что тут чисто могут зайти закрыть дверь и тут у тебя преимущество ну что правильно спасибо теперь все знают где мы что за урод что за урод блять уйди уже отсюда с концами блять уйди просто отсюда с концами и все делай что хочешь просто берет по приколу дверь открывает закрывает он пошел с пацанами воевать да ничего не вижу ничего не слышу да ну что ж ты самое главное сделал свой выбор и оставил меня в покое 1 2 это я не заказывал пусть никто вижу не получит здесь не понял надо мной или нет наверно что наверно надо дать ребятам сыграть уху проглядел меня пацан я его тиммейта убил у меня не доконтролил плохо о как интересно прицел приклеился за стенку прям на меня волшебную кнопку что нажал на меня аниме аниме это радость для нас приходите посмотреть аниме аниме нормально у нас тут так сейфовенько быстро до нас никто не доберется а то обычно как прыгаешь начинаешь выстраивать маршрут где чего-то подобрать вот обычно на дереве здесь какой-то чел начинает и вот на этот дроп бежит туда там где у меня сейчас пистолет лежит вот если пистолет бы так лежал в смысле как если враг бы там заспавнился пистолет лежит я бы себя чувствовал некомфортно меня так убивали так что-то игра не раздуплилась пока я надеюсь у меня там ничего не перегреется мне когда помню человек компьютер собирал я его спрашивал чего-то по поводу температуры надо там что-то он сказал нет вроде вентиляторы все сами должны охлаждать даже в жару надеюсь не обманули меня так девайс надо поменять джампер если я наверно закажу залог еще есть все вроде нормально здесь кстати можно уже пацанов встретить мне что-то кажется что сейчас с пикника народ потянется сюда к нам а то у нас здесь никого не было пикник есть ну у меня сто процентов людей с аниме аватаркой все эти люди они не адекватные они да меня вообще не волнует что они там в чате говорят пусть они просто играют пусть играют пусть что-то делают со знаком плюс в игре вот обычно эти люди не то что ничего не делают они еще всех против себя в команде настраивают и в другой вражеской команде ой здорово джампер оказывается был я мне казалось здесь уже ничего нету так надо срочно армор найти а то тут уже враги там вроде новый пацан тэпнулся но я не уверен короче анимешники все анимешники которые мне попадались все эти люди со знаком минус все всегда делали так на самом деле сейчас можем мы дружно умереть здесь вот хз че за чел он он здесь или был или это новый пацан я не знаю даже если это новый он мог бы уже собраться мне кажется за это время я все жду что он в окне маякнет короче я пойду попробую нормальную пушку найти нет это не нормальная пушка что то мне кажется тиммейт сейчас приедет мне бы хотелось бы туда пойти посмотреть девайс который на мини карте ближе ко мне но можем мы сейчас тут вместе с ним умереть я жду что враг выйдет совершит ошибку как-нибудь открыто на дорогу выйдет ко мне сюда я смогу его отстрелить он не обязательно сюда должен прийти он из тех ворот выйти вот сейчас мы в одном гигсе вроде враги не уходили я жду что тиммейт с кем-то в перестрел теперь вступит мне кажется он ближе к правде чем я он че без оружия до сих пор ходит да он только сейчас дробовик подобрал я думал он просто с ножом типа ходит блин ну с дробовиком заканчивать игру очень мне хочется так щас трубка чё то погасла то останусь без щата что в заказе в заказе чё то было никто там не выйдет меня пикнуть ну врагов кстати много ой это хорошо я где-то кстати патронов оставил кучу я вроде так ходил патроны не подбирал как раз по этому случаю и надо идти вот второго пацана хантить но он там с кем-то соединяет ага еще в эрзону ты вот пускаешь я смотрю так этот даже по моему еще купить не успел но как так с кулаками бегал бегал а это тот же самый чел который здесь вот поймал да ооо это не тиммейт это не тиммейт если б тиммейт выстрел 2 хп бы с меня слетело хорошо да он не ушел повезло нереально повезло я вообще ничего не понимаю что происходит а чел тут пытается за жопу меня взять так хилочку бы мины возьмем блять ты бы назад бы посмотрел я конечно так встал на получение пиздюлей я просто жду что эрзона начнет по тиммейту стрелять он вроде без армора что то я шапки на нем не вижу здесь пацаны никуда не могли деться да то есть от жары бачка взорвалась да очень может быть может быть что то не понимаю пацаны так что то от меня сильно хотели да ну в игру будет не вернуться нужен мне этот риск угу можно правильно подгадать момент прыгнуть когда сразу иконка пропадет и вот пока он будет релойдится я могу прыгнуть как надо а можно просто шифтить вперед и позицию занимать шифтить сейфовей но если прыгнуть заберу и девайс и чувака ну я уже купил желтый так что это все уже будет мои последние покупки были в игре сделаны а может он нас контролит вообще со скаутом что то вот чел в треугольник сел и поселился вообще ничего вот не хочет пацан фиолетовым бы полетать посмотреть денег нет зона остановись зона остановилась да так конечно надежнее будет тиммейту сказал тиммейт шифтует на него смотрим справится нет обычно в окошках любит ребята сидеть короче пинга ну ему он не расслаблялся увидит молодец молодец так девайс нам пойти проверить еще хорошая пушка на патронов ситуация 2121 я не помню я что-то оставлял здесь это вроде забрал но мало ли что о идеально так это не сквад вайп есть войнушка ага сейчас по моему надо прыгать они сейчас разберутся друг с дружкой и а и и и и и и Я, по-моему, своего тиммейта зафлэшил, блядь. Пиздец. На соплях. Чел мне дал по голове, я ему дал по голове. Как он меня видел? Тут кусты, хрен что поймешь. Ну, можно 600 на 700 играть. Вот я с его стороны смотрю, просто темнота какая-то в окне, ничего не видно. Чел видит, прицеливает, стреляет. Надо менять этот дропспот, сверху летишь, дропов не видно. Враг здесь на хорошие дропы падает и тебя перекрывает. Здесь тоже у людей быстрые дропы, они тебя перекрывают. Надо мне менять эту точку. Я здесь уже не один раз обламывался, но мне все время везло, мне тиммейты давали выжить. Даже те, которые туры так потом умирали. Так что, озеро слишком открытое. Слишком. Вот что-то среднее нужно. Где я сверху падаю, вижу дропы и куда-то можно будет от что-то идти, спрятаться. Вот что-то такое нужно. Потому что здесь падаешь, ничего не видно, но... Сейчас я в кусты, может, зайду, может, что-то появится, какой-нибудь нож или молоток. Нет, нет, тут вообще пустота. Тут, а вот тут видно молоток уже. Вот в бот-ланче я бы уже все нашел. Уже, в смысле, сверху бы все увидел и знал бы, куда надо двигаться, что делать. А здесь я должен поисками еще заниматься. Где что лежит. Это плохо. Очень важно сразу вначале выстроить маршрут по дропам по своим. Приоритет оружия. Оружие, броня, потом все остальное. Так, деньги мне не хочется ставить. Что-то, мне кажется, пацаны вот оттуда к нам придут. Красные брызги. А что-то за... О, залога нашел, ничего себе. Прям в следующем гексе. Супер круто. Калявные 900 бачей. Ладно, ставлю бабки. Карту видно сразу, прикольно. Умирать крайне нежелательно. А, вот. Да, армор возьму. А, у меня... А, радиокоманда, я же переставил все, блядь. Даже не могу вам сказать. Так, надо пушку еще одну посмотреть. Ну, другое дело. Так, джампер беру. Начало отличное. Начало отличное. Тиммейт подает признаки жизни. Инфу даже говорит. Обычно ты закликиваешь своему тиммейту, что типа, что-то полезное ты нашел. Но им всегда пофигу. А здесь щел сам армор обнаружил и мне об этом сообщил, когда мне это было нужно. Это плюс. Так, ну что, покупки приезжают и можно, в принципе, к нему в деревню прыгать. Да, что-то такое похожее было. По акценту. Самое главное не расслабиться. А то я помню щелом из френдлиста, когда начинаю играть. Чувствую, что он разбирается, что-то шарит и начинаю расслабляться. Здесь тоже бы не поверить больше, чем нужно. Ну что, хочешь, чтобы я тебе помог? Пиздец, блядь. Что-то чел возле себя врага просто не видит. Хил ты уже проебал, да? Замечательно. Ты что, не подбираешься? Я что-то не верю, что у них хила нет, ничего нет. Окей, ладно, у этого ничего нет. У этого ты нашел, еще пушку нашел. Так, ну, надо бы, чтобы он как-то пожил, я бы мог бы повоевать. Я бы мог на это здание, на моторку прыгнуть. Там, тем более, народ расходится. Ага, вижу. Вижу второго. Непонятно с армором. Нет, надо принимать на девайсах. Второй где-то рядом был, но это не сквад вайп. Ой, вот это очень мне нравится. Раппи иван, хилп иди с вами. Кай, кай. Винуты ломки, кир, кефу. Так, я тебе положу, я смотрю тебя. Ты по-русски говоришь, да? Да, да. Там где-то здесь был еще один чел, я не знаю, где он. По-моему, в доме сидит. Может, может сидеть в доме. Тебе похоже на тебе на ютубе. Так, ну я жду зоны. Че-то сейчас. Сесть поудобней. Так, че там с людьми. Люди сидят. Нам главное вот эти наших 5 гиксов законтролить. Бабочкой такой. Здесь. На нижней границе. Можем спокойно пойти девайс отжать. Денег много, можно желтый взять, может скал взять. Не знаю, посмотрим еще как карта сложится. Может в центр пойдет. Может вниз пойдет. Не знаю. Мне кажется, к центру пойдет. Я, наверное, бомжей справа буду контролить. Так, или мой гекс, или следующий последний, в который я смотрю. Вот не знаю, как из этих двух, может точнее можно определить. Мне надо пойти, накачать видосов и посмотреть, как вот здесь два эти гекса друг с другом. Так, чел или ко мне зашел, но мне кажется, он обратно туда на моторку зашел. Сейчас проверим. Нет, я один. Тогда я остаюсь в своем гексе доталом. Чел, по-моему, девайс забрал. А, ну у него скаут, он просто его разбил. Пропадал. Наверное, не этот. Ну, вообще, там не один может быть. Я бы на его месте. Так, не этого. Так, ну здесь граница оказывается. Я здесь, короче, сяду. Можно взять фиолетовый над собой зависнуть. Можно взять желтый. Волчка. Я прячусь уже. Вы там сами по себе. Мой дорогой друг. Там двое у тебя. Вот этого пацана бы на девайсе принять. Риск слишком велик. Я лучше, наверное, пушку отдам. И определюсь с последним гексом. Тут на ловца и зверь бежит. Дело-то, что я на пчел всех порешал. Надо мне вот с этим разобраться, чуваком. Двери закрыты, но окно никто не отменял. Окно-то никто не отменял. Окно, окно. Вот так буду стоять. Ты в последнем гексе, если что. Между нами. Между нами треугольник один. С хорошим оружием. Попал. Можешь пигнать? Иди сюда. Кого? 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 Островской ночи. Кого? 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 Ну, это не было. Кого? 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 так еще мы в последнем надо посмотреть у нас как здесь было хорошее оружие и вот там где ты давно филку брал там из другой команды один чел билет вот здесь вот прям открытого у него что-то хорошее это хорошее оружие осторожно горит попал последний пикник что-то за спиной хорошее висит избушка такая шалаш мою нас не что-то на шару стрелял удачи спасибо удачи что-то как-то на шару вот еще потом я как-то на шару стрелял стрелял и на самом деле меня-то легче отстрелить я в избушке сижу мне повезло что но это коммент чел просто пошел карту зачистить базара 0 как начал стримить и почему начал стримить году примерно в 2019 до этого я делал видео для себя друзей и как-то кинув ролик одному знакомому меня спросил не стремлю ли я тогда я про себя подумал действительно почему нет потому что стримить гораздо проще чем монтировать видеоряд но почему я стремлю какой-то особой цели нет у меня просто есть техническая возможность и мне интереснее играть когда можно поддержать с кем-то беседу и чата а так я вообще не ищу популярности и славы планов построить на этом карьеру у меня нет почему стримлю на твиче был выбор между ютубом и твичом может быть есть еще какие-то площадки но они мне неизвестны знаю про гудгейм какой-то неудобный и мало популярный выбрал твич просто потому что youtube не разрешил стримить сразу то ли подписчики были нужны то ли дополнительная верификация то ли какая-то привязка данных в общем твич в этом плане оказался проще и выбор пал именно на него как появился youtube канал долгое время твич канал держался на двух зрителях по дендер зоне из дендер зоны и они узнали про то что я играю вне стримов вот раньше я играл много играл вне стримов и поэтому они просили меня заливать игры которых не было на твиче так и появился youtube канал откуда взялось такое название канала играя часто с друзьями я постоянно менял никнейм обычно на злого дня любая игровая ситуация или околоигровая новость могла сгенерировать ник мог вообще без причины просто ник поменять просто такой который мне казался забавным и смешным создание канала пришлось на время когда никнейм был байтенграйнд в одном матче возникла ситуация когда рандомный тиммейт отказался играть в атаке за террористов по моему это был второй даст вот он всегда осталось последним все время сидел на респе и байтил тиммейт но вопрос чему отказывается играть он ответил фразой i'm grinding my way то есть он дал понять что он ставит индивидуальную статистику выше чем победу в игре остаток игры все остальные тиммейт спамили фразой волчат и угорали над ним и так появился у меня ник отражающий типаж этого игрока и уже от этого никнейма начал отталкиваться в оформлении брендинге почему видео выходит так редко у меня семья работа хочется увидеться с друзьями еще иногда есть какие-то другие развлечения например спортивные события мне нравятся компьютерные игры но это не основная моя деятельность и играя не только в danger zone играть вне стримов я почти перестал поэтому видео выходит прям со стрима я и так уже пожертвовал кучей нереализованных видео проектов ради времени в пользу danger zone и поэтому те кто пытаются выбить его еще знаете вы зря тратите время почему не выкладываешь игры целиком когда-то в комментариях я по моему отвечал уже на этот вопрос я не выкладываю игры целиком в которых ничего не происходит то есть там где много осиживаю спрячусь избегая контакта с противником там подобное вот но если у вас все равно остается желание такие матчи смотреть у вас есть примерно две недели чтобы посмотреть их на twitch канале с выхода ролика на youtube потому что последнее время вне стримов я играть почти перестал почему играешь только с случайными напарниками можем ли мы сыграть вместе мне проще играть одному с рандомом играть сложнее и интереснее на самом деле вот несмотря на то что иногда бурно реагирую видеоигру некоторых из них вот играть со мной не надо добавлять друзья тем более сколько нужно победы альфы что самое главное в игре от 6 до 10 побед с получения предпоследнего звания это по моему называется но wildfire wolf условия победы остаться последним живым то есть самое главное закончить на первом месте остаться в живых при этом вот ну а как вы это сделать уже неважно игра не считает количество убийств и собранный лут важными как других battle royale играх вот но считает важным если вы выжили заняв первое место обязательно выжили и сделали последний победный килл потому что когда я не выживал на тиммейт меня вытаскивать то есть возможности возродиться уже не было на тиммейт выигрывал занимал первое место меня диранкова с победами до этого и когда я не делал последний килл и у меня была холлин альфа меня тоже диранкова то есть я был выживший но тиммейт сделал последний килл и меня после игры диранкой при том до этого не было никаких поражений был винстрик или там вообще зашел игру через неделю после получения звания то есть никакого фактора диранка просто быть не может но вот такое происходит какие-то непонятные моменты в системе работы вов это бред такого быть не должно но что имеем то имеем вовсе всему в ближайшее время не планирует ничего из этого менять как сделать заставку в ксго как у тебя делайте точно такой же запрос на ютубе или в google и выдаст кучу гайдов на русском и английских языках потребуется видеоролик какой-нибудь который вам нравится и программа на пару мегабайт где люди укажут ссылку чтобы преобразовать его в нужный видео формат почему ты не играешь более агрессивно играя с рандомами любая перестрелка может стать последней мои тиммейты очень часто умудряются умереть в любой момент даже когда на миникарте они находятся совершенно одни умереть от объекта ближайшего окружения от какой-нибудь бочки от туретки от чего-то еще поэтому я выбираю самый безопасный путь розыгрыша почему в каких-то моментах играешь иррационально что-то не подобрал кого-то не увидел не всегда удается правильно оценить обстановку иногда слишком сконцентрирован на чем-то одном могу и не заметить и врага возле себя и лут возле себя и хинку какую-нибудь лежащую и так далее там как делать длинные прыжки чтобы получались длинные прыжки нужно одно время нажимать прыжок и присед обычно это пробел и control но сто процентов времени не всегда не будут получаться особенно самый важный момент поэтому я бы рекомендовал создать конфиг файл для привязки длинного прыжка на какую-нибудь одну кнопку вот для этого потребуется создать блокнот и назвать его как-нибудь на латинице я назову его например my pfg скопировать в него следующее где вместо кнопки указать кнопку которую вы будете использовать сохранить потом этот блокнот файл и поменять расширение этого файла тут все зависит от того какая у вас стоит windows система семерка десятка какая-нибудь может быть еще в общем вам нужно поменять расширение файла на кфг стекста и потом вам нужно поместить файл директорию steam steamapps common counter-strike global fancy of csgo cfg вот там в эту папку и после запуска игры просто прописывать в консоли экзек название файла то есть каждый раз когда запускаете игру или можно непосредственно уже в самом матче все писать главное чтобы у вас была включена консоль экзек название файла и все жмете кнопку на которую вы поставили у вас одновременно будет уже работать прыжок и прист